Всем привет! Смотрим черный список, как обманывают ветеринары и докситеры. Докситеры, смотрите, какое американское слово с телеканала Пятница. Ссылка будет в описании на оригинальное видео. Сегодня Алексей Земсков проверит качество популярных услуг, связанных с лечением и уходом за животными. А что, у него нет? Ветеринара, докситера и грумера. Начинаем нашу проверку с поиска частного ветеринара. В поисках недорогого исполнителя я зашел на популярный сайт. Вопрос такой странный, конечно, но почему вы проверяете в разных категориях? Ну, типа, чисто ветеринаров проверяете, дорогих, дешевых и средних. Ну, то есть чисто докситеров одних. Несчастные услуги оказывают все. Подгород персонала и оставил заявку. Все, что нам осталось, это подождать, пока на нее кто-нибудь откликнется. Из всех полученных откликов мы выбираем исполнителя Анастасию. У нее хороший рейтинг. Она имеет профильное образование. 27 отзывов, 5 рейтинг, они... Сколько клиентов? Ну, то есть, еще будет писалось количество клиентов, сколько клиентов оставили отзыв. Анастасию. У нее хороший рейтинг. Она имеет профильное образование и работает по профессии с 2013 года. Стоимость указана только за вызов. 500 рублей. Но в переписке она сообщает, что не сможет приехать к назначенному времени и пришлет вместо себя коллегу. Ну что ж, проверим, что за коллега к нам приедет, сколько будут стоить его услуги, а также имеет ли он такой же опыт и образование, как Анастасия. Встречаем доктора. Итак, в сегодняшнем эксперименте... А что они не писали, во сколько... Ну, то есть, когда ты нанимаешь, типа, мне в такое-то время нужен ветеринар. Она такая, я не могу прийти. Так нахуй ты откликнулась на объявление. ...пациента сыграет абсолютно здоровая собака по кличке Ричи. А в роли хозяйки адвокат Ольга Митрофанова. Посмотрим, определит ли ветеринар, что наша собака полностью здорова или придумает несуществующую болезнь, чтобы увеличить свой гонорад. Здравствуйте. Привет, пес. Он просто говорит ей, привет, пес. Он говорит не здравствуйте, а он говорит, привет, пес. А это кто такая? Проходите. Вас как зовут? Ага. Романович, приятно. Меня у... Что-то он как-то... То есть, она уважительна, он на пофиг вообще. Оля. Рассказывайте, что с пациентом. Судя по одежде и специальному оранжевому чемоданчику, к нам и правда приехал... Собаке интересно. А чё он ни в бахилах, ни обувь не снимает? Где это? Не переодевается, как мы любим спрашивать. Лега-ветеринар, о котором говорила Анастасия из объявления. Но вот насколько он грамотный и честный, сейчас выясним. Ну, блин, собака. Что-то с того, что познакомимся с нашим сегодняшним экспертом. Адольф Гитлер, ваш сегодняшний эксперт. Что это? Почему у него маленькие густики и щелочек нали? Найн, 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 найн. Это плохой ветеринар. Найн. Добрый день. Вы роплите, блядь. Он специально себе сделал такую прическу, как Адольфа Гитлера, и челочку. Мы смотрели про свадьбу там какую-то... Там невеста зиговала, а тут у нас Адольф Гитлер. Меня под статью подводят, явно. Я не называю Юрий Голубев. Я инструктор кинолог. На адресе овощной площадке. Эксперт по рабочему качеству и спорту. Судья по спорту. На самом деле, это дворняжка с собачкой. Мне не знакомая. Мы ее подобрали. Это точно дворняжка? Нет, она гуляла около офиса. Друзья, на самом деле, суть эксперимента в том, насколько честно работает ветеринар. Потому что у Оли на руках абсолютно здоровый пес. А, ну нет, он в кроксах уже. Подождите. Он был не в кроксах, мне кажется. Все прививки он ни на что не жаловался. Мы просто взяли его и отдали на диагностику. Я бы хотела провести общий осмотр, а она так подскуливает иногда. Ого. Она рычит. Смотрите на ваши перчатки. Ну, она, видимо, знает, что это такое. Собака шарит. Я однажды, короче, по работе, мне сказали собрать клетку для собаки. И там собака прям дружная. Ну, со мной тусовала. Всегда смотрела, что я делаю. Чтоб я ее гладил. Я собрал клетку, и она моментально исчезла просто из комнаты. Типа спросил у тетки. Она говорит, а мы ее в клетку садим, когда она мешает там, типа. Ну, в другом доме, в другом городе. И типа собаке не нравится. Она только увидела клетку, так сразу исчезла. Мама, ты чего, Масяня? Не рычи. Ча, ты живитель Маркин. Боже, я-то к этому более спокойно относиться. Это же бытовая для тебя ситуация. Человек отдергивается от собаки резко при облаве. Он провоцирует и обозначает себя как жертву. Как когда-то себя обозначил жертвой Советский Союз. Штавя. Блиц, крик. Интересно, как же ветеринар осмотрит собаку, если она проявляет такую агрессию? Он готовит ей этот рот связать. Похоже, ветеринар делает утавку. Либо задушить ее. Для того, чтобы связать агрессивной собаке пасть. Либо он на себя накинет и начнет мастурбировать, повешавшись на ручки двери. Ну, кто знает. Ну, правда. Ничего не поменяется. Он знает, как его обязывает пасть. Он уже понимает, что я с тобой сделаю. Кричи. Вот, 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 вот. Кричи. Есть еще люди дома? Слушай, там строители просто наверху. Нам пришлось попросить нашего эксперта Юрия. Изобразить из себя бригадира строителей. Спуститься вниз и что-то сделать с этой замечательной собакой. Смотри, там же мелкая собака. И буквально вот так вот рот зажать и все. Вот, вот. Здорово, Псина. На чем гулянешь-то? Какое-то покрывало большое. Сестрей. Почему у вас Гитлер? Ну, это... Блядь, это не рофл у вас, Адольф Гитлер. Обычно мы используем либо плед, либо адия. А так, нет? Кушается, что ли? Смотри, сейчас глядю. Ты что, все усуньи? Тихо, тихо, тихо. Юр, Юр, не делайте ничего сейчас. Мы профессионалы делаем, Юра. Сейчас наши ребята-коллегианы решают, что же делать с такой грозной собакой. Наш эксперт делает вид, что не может совладать с собакой. Будут ли у ветеринара другие варианты действий? Нужно либо адиявок, ну, блядь. Мы его накидываем, с ногу валим и делаем что-нибудь. Нужно 8 хороших таких жилистых человек. Переворачиваем собаку, валим, заливаем ей этот. Слабительный. Не, не слабительный, а что? Успокоительный. Оля выносит одеялко и сейчас, я надеюсь, работа пойдет. Он вроде улыбается же. Да, ну конечно, улыбается. Я не сказал, что он не так улыбается. Юр, идите уже, ладно. Я так поняла, что не будем руками трогать его, да? Тут, судя по собаке, знаешь, все-таки надо с такими собаками работать действительно профессионалом в такой ситуации. И обычный ветеринар тут вряд ли что-то сделает. Не смотря на все попытки подойти к собаке ветеринару так и... Не знаю, ветеринару надо было контакт наладить сначала с собакой, типа погладить ее там, сказать, уйти какая пуфюсенька. Расположить к себе, сказать, что там мы тебя проверим, там осмотреть. Он, блин, даже не осмотрел. То есть, я не знаю, перчатки нужны? Не знаю, у нас ветеринары, кажется, просто берут, гладят собаку, когда мы ходили. Смотрят там уши, не уши, там все это. И не удается. А как же осмотр? Из того, что мне по нему нравится. Да. То, что, во-первых, он агрессивный, он меняемый, он понимает, что происходит. Следовательно... Там, блин, пнешь, собака умрет. Вы вот такой вот испугались собаку, ну... Собака тебя ведет не вялый. Не больной. А глаза, там как вот шерсть? Глаза чистые, шерсть хорошая. Хорошая, смотрите, она крутышами, но он же какой-то... Она хорошая, она блестит, просто его нужно помыть хорошо. Сальная. Его нужно вычесать, и все с ним будет хорошо. Бешенства у него нету точно. А как вы это поняли? Потому что бешеные животные себя ведут совершенно по-другому. Первый основной признак – это светобаязнь. Собака пытается спрятаться в более темный угол, и собака отказывается от воды, от еды. У него идет пена, слюна, у него все хорошо. Маленький. Если бы мы знали, что он в себя так ведет, я бы с собой взял двух уже специально обученных, и мы втроем вместе бы его зажали. Блин, вы за собаку? Вы за собаку втроем зажать? Три специально обученных человека вам нужно, чтобы вот эту мелкую собаку поймать. Роман подтверждает, что собака полностью здорова. Посмотрим, сколько будут стоить его услуги. Сколько я вам тогда должна? Ну, вызов, визуальный осмотр 500 и полная консультация 1000-2000. Чего нахуй? Вызов, визуальный осмотр за ничего? За то, что, блядь, испугался маленького собаку? 2000. Въеби ему давай, сразу же так. Да. Держите. Так, просто подойди, въеби ему, скажи, ты уж ничего не сделал, какие-то 2000. Привет, ребята. Здравствуй, Роман. Меня зовут Алексей. Знакомься в телеканал Пятница, проект «Черный список». Я не понимаю, дайте чуть понять, что происходит. Смотри, в общем, мы общероссийский такой проект, телеканал Пятница, смотришь, а? У нас программа, которая проверяет качество услуг. И вот сегодня мы проверяли тех, кто ухаживает за животными, либо их лечат и так далее. Слушай, прежде, прежде. Там написано «Пятница». Пятница. Нет, это «Ц», это «Ц». Которая проверяет качество услуг. И вот сегодня мы проверяли тех, кто ухаживает за животными, либо их лечит и так далее. Я скажу, какие вещи мне понравились. Во-первых, спецодежда. Замечательно, спецодежда. Сходу определил, что собака здорова, она на самом деле абсолютно здорова. Я изначально сказал, что собака здорова. Сколько вот у тебя опыт уже вообще неживотных в работе ветеринарных? Это не то у них есть, это значок, кто они замазывают. Не знаю, лет 6-8 лет. Сколько тебе лет? Мне сейчас 22, но я с 14 лет. В этой теме, и вот это прям моё всё. Да, блядь, и ты не смог собаку успокоить. Я сейчас на 14 лет в этой теме и не смог с собакой наладить контакт. С маленькой вот этой пусюсечкой. Ты берёшь с собой какие-то специальные вещи для того, чтобы как-то к этой собаке подойти вообще? Это идёт безопасный дротик. Значит, да. Работает это по принципу... А если бы там было это... Чау-чау маленькое? Нет. Чау-чау? Чуху-хуа. Пинчер там. Не знаю, ну мелкая собака. Какой нахуй дротик? Тут дротик больше собаки будет размером. А вот почему у тебя его не было сегодня с собой? Потому что это оборудование просто у меня взял коллега и... Для него был за... Охуеть, вы работаете. Наведомо вызов с агрессивной овчаркой. А я... Спасибо за озвучку. Я такой, агрессивной овчаркой? Это шлё? Это как? Спасибо. Я считал, что собачка у вас маленькая и, скорее всего, вы с ней справились. Но вот собачка оказалась маленькой, это... Загадкой. Оля, вопрос был поденько. Слово осмотр визуальный меня немножко пугает. То есть осмотр это уши, зубы, когти. Это всё-таки... Чайл, ты же не смотрел, вообще нихуя-то просказал. Ну, нормально выглядит. Как ни крути, посмотрев на животное, с помощью владельца, с помощью строителя, у меня получилось заглянуть к ней в ротовую полость, ротовая полость у неё чистая. В определённые моменты, когда он скалился, он поднимал щёбу, и было видно, задние зубы, что на них тоже нету камня. Дальше, слизистые мы с вами прекрасно видим. Глаза мы с вами увидели прекрасно. Они не слизятся. Претензий к глазам нету. Дальше. Из того, что мне нужно было щупать в данной ситуации, это живой напрямую болезненность и лимфоза. Но, к сожалению, этого я не смог произвести, потому что не подобрался к собаке. Услуга была оказана частично не в полном объёме. Я однозначно благодарю Романа за работу. Спасибо. Мы говорим ему спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо за работу. До свидания. Ричи жив. Это главное. Всё хорошо. Молодец. Молодец, молодец. Правда. Роман оказал услугу не в полном объёме. Мы оплачиваем его работу, но, к сожалению... Деньги взял как в полном объёме. С плаката на меня смотрит буря. Без удвоения гонорара. Для следующего эксперимента... Так он не то, что удвоил, он себя утроил, если там 500 должно было рублеть по-хорошему, быть за такой выезд и прочее. ...сей земсков ищет докситера, человека, который будет заботиться о питомце в отсутствии хозяина. Я нашёл сразу несколько специализированных карпаний. Мне понравилась одна. Она называется Pets Agency. На русский это переводится как агентство по уходу за питомцами. Давайте им наберём... Pets Agency. ...как агентство по уходу за питомцами. До конца акции у них даже время не идёт. ...тим наберём... ...а, не идёт. Ну, это же стандартная фигня. Ну, в плане... ...то типа часы, которые на самом деле не работают, а подкручены. Pets Agency. Чем могу быть полезен? Нужен докситер или по-русски, да, Зова няня. Да, конечно. Зова няня будет. Что за слово Зова? Есть опытная функциональность. Такого специалиста будет 1000 рублей в час. Чтобы проверить докситера на качество работы, мы попросим его погулять с собакой, помыть лапы и сварить кашу для питомца. Но это ещё не всё. Мы подготовили для него мясную нарезку, бутерброды с красной и чёрной икрой, бак с алкоголем и открытый сейф с деньгами. Посмотрим, соблазнится ли на всё это докситер из агентства ПЦ. Так, в огромный сейф надо вложить больше денег. То есть там, если 2000 лежало, то он, видишь, там 2000 пропало. А если бы там больше денег лежало, то он бы мог взять оттуда чё-нибудь. Нет? Чё, там 102 денег. Он такой, ну, чё, пару соток-то возьму? Никто не заметит. Agency. Итак, друзья, сейчас мы встречаем Док Ситрак. Я оставляю здесь Олю этого замечательного пса. А мы с вами уходим к нашим мониторам. Вот эта вот собака смотрится уже гораздо агрессивнее, чем предыдущие. Здравствуйте, заходите. Какой красавчик. Вас как зовут? Меня Влад зовут. Влад, очень приятно. Меня зовут Ольга. Это Тор. Я, значит, должна уехать где-то на пару часов. Тогда, если что-то произойдёт... Смотрите, у вас другая собака сидела. Это не питбуль. Он сидел с питбульом, а тут другая собака. Возьмите, хорошо? Тут какая-то обычная дворовая. Да. А чё, он почему-то приедет дома. Давай, погуляй немножко сам. Вот, походи, погуляй. Терри, что? Ну, чё я ищу? Ты ищу, где в чём варить кашу, да, похоже? Похоже, док-ситер пошёл легким путём. Он не собирается варить для собаки кашу и решает дать ей сухой корм. Приготовьте ему какую-нибудь кашу, можно даже с лучком, знаете. В итоге он нашёл на столе, я оставляла корм для собаки, и он просто его нашёл, насыпал в маленькую мисочку, несмотря на то, что там, на самом деле, стоят миски для собак. Ряд. Человеческий пик. Нет, ну он точно вообще не имеет никакого отношения к собакам. После кормления собаки док-ситер Влад решает покормить и себя. Мы специально оставили вкусную еду, чтобы проверить уровень соблазна специалиста. Это нормально вообще? Смотри, а вот пошли в ход каллеточке с нашей красной икры. Я с нашей едой. Пусть надо как? И он еще обсуждает с псом, насколько это вкусно. Ну ты на своем еде. Да. Я рисую, брат. Что-то ебанное. А где-то потом? Корм кушай. Обалдеть, конечно. Может, после легкого перекуса док-ситер из агентства Pets Agency все-таки погуляет с нашей собакой? Как у нас продукты? А нет, похоже, прогулка откладывается. Это что, Рокл реально? Челика просили посидеть с собакой, он шарится по холодильникам. Просто красота. Тварь открывает холодильник, что он там пытается найти? Мы увидим, что там покажут. Так, подожди. Чуть-чуть выше надо. Неправильно делаешь. Чуть-чуть повыше. Э, осуждаю. Похоже, Влад не любит есть сухомятку. Поэтому запивает мяско молоком. Прямо из пакета. Мне кажется, вкусненько чавкать. Вместо того, чтобы выполнять свою основную работу, док-ситер из агентства Pets Agency ест наши продукты. Что же будет дальше? Как вы расцениваете поведение этого человека? Он нальел себе кофейку, да? Оля сказал, что его явно немножко колбасит. Возможно, предположительно спахмелье. Ручки у него очень не креслить. Он не занимается сейчас собаком. Он просто рассматривает, что у нас есть. Да, то есть, смотрите, он оглядывает стены. Он приходит с чашечкой кофе. Ему сейчас нужно еще принять ванну. А если он нападет на тренажер и сломается что-нибудь? Полнять свою работу, он занимается спортом. Я не говорю на грани фантастики. Человек просто пришел позаниматься фитнесом в нашем загородном доме на хорошем свежем воздухе. А смотри, а пес за ним ходит, да? То есть, ему не надо ничего делать. Человек так понял просьбу Оли о том, что время нужно провести активно. Он сейчас активно ходит на беговой дорожке. До этого посидел на велотренажере. Пока то, что я видел, тянет уже на черный список явно. Открытый сейф с деньгами – это проверка докситра на честность. Пройдет ли ее в лад? И закрыл, смотри, а куда он денежный? Вы угораете? Друзья, а вам не кажется, что это воровство? Как ты думаешь, сколько стоит такая работа? Несколько лет общего режима. Тысячу рублей в час. Вот за это вот. Ребят, в общем, я это терпеть больше не могу. Пойду, хотя бы поинтересуюсь у него, что из перечисленного из моих заданий он выполнил. И сумеет ли он мне, глядя в глаза, собрать. Конфетку взяли. Угощайтесь конфетками, да, пожалуйста. Ну что, как и ваши дела? Все прекрасно. Угули, собака. Что сделали? Помоли лапки? А почесали, я просила. Ой, я его чесал каждый пять минут. Да? Да, ну прям. Чешет он классно, только языком. Ну вы прям молодец. Посмотрим, как будет выкручиваться, когда я буду задавать вопросы. Напомним, док-ситер Влад из агентства Pets Agency не выполнил ни одной поставленной задачи. Почистил поднос деликатесами, залез в чужой холодильник, пил прямо из пакета и взял 2000 рублей сейфа. Опять это агентство, которое нанимает просто других людей и себе берет процент. Скорее всего, пол-50% от стоимости. Быстро пойдем задавать вопросы. Я думаю, что он же ждет, что я принесу денег. Быстрее, 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 за мной, за мной. Побежал, побежал. Иди, 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 иди. Подожди, пожалуйста, подожди, пожалуйста. А куда ты побежал? Меня зовут Алексей, это телеканал. Он уже подумал, что его бить будет. Пятница, наш проект черный список. И надеюсь, будет как этот, как выкупай педофиля и скажут камеру пока это. Выключай. И потом продолжается съемка. Далее. Стоп, стоп, стоп. Влад, не торопись. Влад, не торопись. Стоп, стоп, стоп. У меня только... А судимати, у вас нет случайно, Влад? У меня только один вопрос. Я не собираюсь тебя удержать. Просто остановить, пожалуйста, покажи мне, что у тебя в карманах. Что показываете? Покажи, что у тебя в карманах. А что, у меня обыскивает тебя? Нет, я не собираюсь тебя обыскивать. Я просто прошу, покажи, что у тебя в карманах. Влад. Ну, куда поедет поедет? А куда вы ходите, Влад? Подожди, пожалуйста, ну куда мы побежим? У меня время, время. Слушай, все равно мы должны были бы заплатить 2000 рублей за оказанную услугу. Если честно, в офиге такой логике, что в сейфе было 2000 рублей, и его работа стоит 2000 рублей. Ну, он сидеть должен, нет? Ну, он сидит должен, нет? Его можно поэтому отпустить. Затем он бы залез в сейф, взял 2000 рублей. Все, на этом можно заканчивать. Мы не рекомендуем агентство Pet Agency и заносим его в наш черный список. Проанализировав сюжет, в подобных ситуациях рекомендуем потребителю обращать внимание на то, с каким лицом у вас включен такой договор. Лицо должно быть зарегистрировано в установленном законном порядке или, как минимум, должно являться самозанятым. Чтобы в дальнейшем, если у вас возникнут какие-либо претензии к порядку исполнения такого договора, вы могли воспользоваться правами, предоставленными за... Что у него за флаг? Белый, синий, красный и герб на желтом фоне. Я не в курсе. ...защита прав потребителей. В случае, если лицо совершил деяние, которое требует уголовно-правовой оценки, рекомендуем незамедлительно обращаться к правоохранительным органам. Смотрите далее. Алексей Земсков проверит работу грумера. Мне нравится, как работает этот человек, я доволен. Пока. И косметологию на дому. Нет, это уже было очень много. Нам необходимо найти грумера. Иными словами, стилиста-парикмахера для животных. Из всех предложений в интернете, внимание, Алексея привлек зоосалон «Бимбо». Вот это название мне нравится. Зоосалон «Бимбо». Набираем. Зоосалон «Бимбо», здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мне нужно устроить для одной собачки день рождения и для этого приготовить ее к празднику. Да, пожалуйста. Можете воспользоваться услугами. Слугами грумера, например. Смотрите, значит, собака-именинница – это такая небольшая собачьи улечка. Собаку нужно помыть, причесать, подстричь немножко. Порядок цен примерно заранее. Можете сказать? Собаку надо видеть. Вот, и тогда у вас вопрос ориентировать по цене. Ну, плюс-минус, там, я не знаю, 500 рублей. Будет стоить в районе 3000. Мы специально не назвали породу собаки, чтобы проверить специалиста на честность. Наша именинница – чистокровный шпиц. На сайте салона указана цена застрижку такой породы. 1800 рублей, а мытье и сушка питомца входит в стоимость. Посмотрим, завысит ли грумер цену и качественно ли выполнит свою работу. Здравствуйте, как вы зовут, Светлана? В общем, смотрите. И это наша пуша. Мне бы хотелось чуть-чуть подстричь. Можно бы красную прическу сделать. Это точно собака? Коготки как бы подстригаю. Подпилить могу, все. Сколько будут стоить уходы? 1800? 1800 рублей. Цена действительно сходится с ценой, указанной на сайте салона. Грумер Светлана проходит первую проверку на честность. Сколько ты был взаимодвремя? Подстричь, помочь, высушить. Часа полтора. Часа полтора? А можно побыстрее как-то делать это все? Можно побыстрее, конечно. Посмотрим, как Светлана выполнит просьбу хозяйки побыстрее подстричь. Мне не надо показать, как она раздевается. Вопрос странный. Часа полтора можно побыстрее? Можно побыстрее? Тогда почему полтора часа, если можно побыстрее? Самый быстрый способ – это использовать машинку. Я в своей работе, как строитель, больше всего ценю электроинструмент. Вот у грубых должен быть электроинструмент. Не, ну естественно, используются электромашинки, но в данной ситуации она ей просто не нужна. Сейчас он не нужен, ты считаешь? Обычно Алексей Земсков на своем канале рассказывает о тонкостях строительных работ. Но сегодня он оценивает работу стилиста для животных. Породу шпиц машинкой не стригут, только ножницами. Посмотрим, как будет действовать грумер Светлана. Она берет ножницы и приступает к работе. Похоже, грумер Светлана знает толк в стрижке шпица. Я скажу, что очень опытное движение. Ты видишь, как она ее держит? Да, спокойно. Она под любым углом, у нее кисти сгибаются, она очень четко действует. Друзья, я могу за такое только похвалить. 15 минут стрижки позади. И похоже, что юная леди по кличке Пуша, как истинная девочка, кайфует от процедуры. Некая часть собаки уже подстрижена. Почему она начала сзади, не знаю. Может, со шлангов начала, почему она ее справляет. Конечно, шланы их в первую очередь. Она сходила, узнала другие ножницы, а самое главное, при этом она Пушу не отпустила, не оставила, а везала под мышку с собой. Маленькая собачка может прыгнуть из стола, а для этой собачки такая высота, как бы она приминает. Смертельная. То есть может лапки-то сломать, поэтому, как бы, чтобы этого не произошло, она взяла ее на руки. Мне нравится, как работает этот человек, я доволен. Пока, пока доволен. После стрижки Пушу моют и заботливо укутывают в полотенце. Друзья, согласитесь, все-таки Светлане очень повезло с нашей Пушей. Она ведет себя действительно спокойно, мужественно или женственно. Не знаю, как правильно переносит эту стрижку и ни в коем случае не мешает нашему грунту. Как бабушку. Обратите внимание, друзья, она мокрую собаку не разворачивает и позволяет ей бегать. Смотри, сейчас она подпиливает боготочки Пуши. Четкие, выверенные движения. Я вижу профессионала, мне приятно наблюдать за ее работой. Еще раз говорю. Стрижка сделана, маникюр готов. Осталось несколько штрихов, сушка и укладка. Смотри, собаку с феном можно сушить, это нормально? Да, можно сушить, но, допустим, я лично стараюсь использовать всегда холодный воздух. Но я лично просто дую на нее, чтобы она высохла. По крайней мере, не горячий. А чуть тюже, почему? Холодный, но, по крайней мере, не горячий. Потому что как бы шерсть, она вылуждается от высокой температуры. Друзья, обратите внимание, Светлана не только запушивает, но и о себе не забывает. Оля! Да, 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 сейчас подойду, ага. Светлана уже закончила стрижку. На мой взгляд, очень быстро. Собаку постричь, помыть. Долгот 3 часа. И еще дополнительно. Сколько я, 30 минут. Буквально за 30 минут, я считаю, это быстро. И все это за 1800 рублей. Светлана, мы возвращаемся. Знакомьтесь. Не пугайтесь. Мы на самом деле телеканал «Пятница». Оптироссийский проект. Мы называем «Счертный список». Мне очень понравилось, что есть стол с собой. То есть, может, там, уйдите нам стол или уберите отсюда посуду, я тут буду встречать. Есть стол, это хорошо. Дальше. Мне понравилось, что пользовались именно ножницами ручными, а не машинками, как многие сейчас пытаются экономить время, надевать насадку. Питцов не сбегут машинкам. Некоторые умудряются. Я честно считаю, что мы вызвали правильного мастера. Это вообще собака, она не ведет себя как собака, она ведет себя как это. Даже как крыса себя не ведет. Я не знаю, как она, как какая-то мертвая собака. То есть, ничего не делает. Ее берешь, ее ставишь, она вообще никак не реагирует. И подход к делу, за профессиональный подход к делу. Я еще скажу больше, у нас есть такое правило, что кто работает хорошо, платим в двойном размере. Вот вам и платим. Именно в двойном размере. Спасибо. Спасибо вам за работу большую. Вы отлично с ней справились. И на этой веселой оптимистичной ноте мы прямо кладем собаку спать, потому что она уже на половине спит. Всем спасибо. Особенно вам. До новых встреч. Проект «Черный список» рекомендует грумера Светлану из зоосалона «Бимба» как отличного специалиста. Ну что, вот как-то так. Спасибо за просмотры. Всем пока.